В эфире программа «Вокруг спорта» и сегодня мы вспомним, чем отметилась прошедшая спортивная неделя во Владивостоке и Приморье. В этом выпуске – итоги международного турнира по бадминтону Russian Open, кубок губернатора Приморья, погребли на драконах, первые тренировки адмирала в межсезонье, а также главный шахматный фестиваль Владивостока – город у моря. Обо всем этом расскажем прямо сейчас. Еще 15 лет назад было смешно представить, что в таком далеком приморском городе могут собраться лучшие бадминтонисты со всего мира. Сегодня же международный турнир Russian Open – уже хорошая традиция. Спортсмены разных стран приезжают сюда с удовольствием, ведь во Владивостоке можно побороться не только за ценные призы, но и за важные рейтинговые очки. Здесь, конечно же, есть и призеры Олимпийских игр, призеры чемпионатов мира, чемпионы мира. Это, конечно, уровень. Азиаты, снова главные соперники. Это, конечно, Индонезия, Япония, Китай, Корея. Это самые-самые. Ну и, конечно, одни из лучших датчан. Дания, Германия, Голландия – это все. Набор участников действительно впечатляющий. Такого же международного и статусного турнира в России больше нигде не найдешь. К слову, наша страна в Russian Open преуспевает каждый год. Вот и в этот раз настрой боевой. Наших бадминтонистов интересует не столько призовой фонд, а рейтинговые баллы, которые в следующем году сыграют на руку. Турнир Russian Open входит в общий календарь Международной Федерации, квалификации Олимпийских в Токио. Дает максимально 5000 очков. Это очень хорошие очки для того, чтобы попасть на Олимпиаду. И поэтому у нас в плане эти соревнования стоят на высоком уровне. Набрать предолимпийскую копилку интересно и нашим гостям. На протяжении многих лет королями бадминтона считались азиаты, в частности китайцы. Сейчас же всех обыгрывает еще и Индия. За спортсменами из этой страны следят тут пристальней всего. У нас действительно сейчас сильные бадминтонисты. В одиночках наши ребята находятся в мировом топе. Сейчас здесь все сфокусированы на предстоящей Олимпиаде. Идет непростая борьба за рейтинг. По итогам недельной баталии россияне сумели завоевать серебро и бронзу. Третье место заняли Владимир Иванов и Иван Сазонов. Именитая пара, успешно представляющая клуб Приморья во всех уголках мира, к сожалению, на этапе полуфинала уступила дуэту из Японии. Другими отечественными бадминтонистами, к которым было пристальное внимание, стали приморцы Евгений Дремин и Евгения Димова. В финале они уступили индонезийцам в трехгеймовой встрече, став серебряными призерами. А вот наилучший результат продемонстрировали как раз спортсмены из Индонезии, которые стали первыми в трех разрядах из пяти. Гонки на драконах Гонки на драконах – это не что-то из детских сказок. Это самые, что ни на есть, спортивные соревнования. Владивосток проводит их каждое лето. А самой престижной и массовой встречей этих мифических существ становится Кубок губернатора Приморья. В этот раз грибные состязания собрали более 50 команд из Приморья и соседнего Китая, который, к слову, и познакомил нас с лодками-драконами. Первый раз наши спортсмены выехали на соревнования в 1998 году в город Юйян по приглашению китайской стороны. С этого момента как раз-таки началось развитие гребли на лодках «Дракон» и в Приморском крае, и в Российской Федерации. Международная регата по традиции проходила в бухте Навик. Участников сначала ждали предварительные заезды, после которых только лучшие. Попадали в полуфинал, а затем и в финал. Дистанция, как всегда, одна – 200 метров. Гонки хоть и получаются очень быстрыми и сложными, однако при этом остаются доступными для любителей и новичков. Каждый год сюда приезжают коллективы из 10 человек самого разного статуса и опыта. Я во многими спортами занимался, но гребли на «Драконе» – это самый командообразующий вид спорта. Потому что здесь от каждого зависит. То есть один облажался, облажалась вся команда. То есть плотнее и дружнее нигде в других местах. Другего спорта не бывает. Мы все из разных областей, в разных организациях работаем. Здоровый образ жизни, здоровый настрой и здоровое проведение отдыха своего. Суббота-воскресенье провести в Навике. Очень великолепно и замечательно. По итогам соревнований первое место среди женщин досталось именно команде «Аквамарин». В мужской категории лучшим оказался еще один владивостокский экипаж «Прим Дрэгон». Интересно, что китайские коллективы впервые за последние несколько лет в призеры не попали. Родоначальники гребли на «Драконах» тем не менее остались довольны соревнованиями. Я был на соревнованиях во многих странах. Очень горжусь тем, что россияне, как и другие иностранцы, принимают нашу национальную гребную культуру. Я занимаюсь этим спортом уже более 40 лет и не собираюсь бросать это дело. Кроме традиционных гонок на «Драконах», здесь же прошли и соревнования на океанских каноэ-аутриггерах, байдарках и сапах. В целом праздник спорта оказался максимально насыщенным как борьбой на воде, так и развлекательными секциями на суше. Прошлый сезон КХЛ для «Адмирала» оказался одним из самых тяжелых за всю историю клуба. Приморцев, как говорится, помотало, и в итоге они приземлились на предпоследнем месте. В межсезонье ожидаемо последовали изменения, почти полностью обновился состав. По словам руководства, сейчас для команды самое главное – начать работать с чистого листа. Мы сейчас больше работаем на объеме, скажем так, чтобы мышечная память вернулась, и мы, скажем, больше внимания обращаем в техническое оснащение, передачи, катания, раскива – это самый основной элемент. Технический, который сейчас нам не отходил, он сейчас ждет полминута. Вкатываться после отпуска всегда нелегко, говорят игроки. На сборах сейчас можно увидеть и молодежь из дочернего «Тайфуна», и несколько иностранцев, и, в принципе, приезжих хоккеистов. Некоторые игроки, такие как, например, Вихарев, Воронин, Петров, не стали прощаться с «Адмиралом» и подписали контракты на следующий год. У нас остался костяк с того года, новые ребята пришли, вот иностранцы подъехали, потихоньку знакомимся, сыгрываемся. Ну, с иностранцами, да так же, как и обычно, в других командах, когда играешь, так же иностранцы приезжают, знакомимся. Они потихоньку даже русский учат, поэтому проблемный год. Говоря о трансферной кампании, руководство подчеркнуло, что работа по отбору кандидатов ведется на протяжении всего сезона. Есть сейчас и те, кто на пробном контракте. В общем, говорить о составе с уверенностью можно будет только в начале чемпионата. Больше остальных зацепиться за «Адмирал» хотят легионеры и ребята из «Молодежки». С тренером себя контактировал, ну, еще в том сезоне подключал, работал со мной. Вот потом позвали в апреле на сборы, потренировался, подошли, сказали, что сейчас буду доказывать. Спасибо за шансы, руководство, тренер, смешал. Ну, Владивосток вообще классный, говорят, команда тоже, раздевалка тоже классный. Я думаю, что здесь все хорошо будет, имея тоже как команда, хорошо будем играть. Моряки пробудут во Владивостоке до конца июля, после чего их ждет насыщенный август, в котором «Адмирал» успеет побывать на сборах в Москве и Чехии. За это время приморцы также сыграют несколько контрольных матчей. Основной же сезон Владивостокский клуб откроет 3 сентября на выездной встрече с «Борысом». Такой громкой тишины не услышишь ни на одних других соревнованиях. Когда в одном помещении сталкиваются умами сотни шахматистов, понимаешь, что дело серьезное. Фестиваль с говорящим названием «Город у моря» – одно из главных событий в шахматной жизни Владивостока. Мероприятие в этом году прошло в юбилейный 15-й раз. Его главная особенность – возможность сойтись в интеллектуальной битве абсолютно любым людям. В турнире «А» у нас играют как ведущие мастера Дальнего Востока, так и просто любители шахмат. Так же, как и в детских турнирах, играют как сильнейшие шахматисты своих возрастных групп, так и те, которые, в общем-то, не очень опытные шахматисты. Всего фестиваль собрал более 150 игроков из 9 регионов России. В «Мозговом штурме» за доской можно увидеть самый разный возраст. К слову, владивостокская молодежь – одна из сильнейших не только в регионе, но и по всей стране. Приморцы доказали это и на фестивале, где смогли выиграть половину всех медалей. И, между прочим, этим ребятам меньше 15 лет. Такой интерес к шахматам у детей, особенно в нынешнее время, приятно удивляет. Такого никогда не было, даже в советское время. У нас сейчас во Владивостоке, мы пытались посчитать, ну, около, наверное, полутора тысяч детей регулярно занимаются шахматами. Постоянно идет рост числа шахматных клубов. Ребята, которые занимаются шахматами, они не только и в школе начинают лучше учиться, но они могут принимать взвешенные решения какие-то в жизни. То есть это очень в будущем всем пригодится в жизни. Стоит отметить, что в рамках соревнований прошел и один из этапов Кубка России, в котором спортсмены зарабатывали очки для будущего участия в самом Кубке. Но сначала местных шахматистов ждут не менее важные старты, а именно первенство Приморья, которое пройдет уже в сентябре. Вот такой выдалась неделя спорта в городе и крае. На этом все, увидимся в следующем выпуске. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok